И всем приветик, друзья! С вами я, Артём и Тёма. И сегодня, друзья, наконец-то будет третья серия наших теорий по игрушке из вселенной Five Nights at Freddy's. Под прошлым выпуском вы набрали более 13 лайков, там более 200 просмотров. Мне эта статистика очень понравилась, я понял то, что вам эта рубрика нравится. Так что держите, вот вам третья серия моих теорий. Ну что ж, друзья, в прошлой серии мы с вами говорили про краски, то, что у нас получается Ванесса, это вторая дочка в семье Автонов. И обещала то, что сегодня мы поговорим про Кэссиди, ну, собственно, роль Кэссиди в фильме и есть он там вообще. Сразу даю спойлер, он там есть. Ну, друзья, завалите чайчик, присаживайтесь в подобный, а мы приступаем. Ну, что, друзья, я думаю, многие задавались вопросом при просмотре фильмов EF31. Все мы с вами задавались таким вопросом. Где же многие главные герои? По типу Кэссиди, Элизабет, Майкл Автон и многие другие, потому что нам их практически не показали. Но на самом деле, если углубиться и внимательнее рассматривать фильм, то мы знаем то, что Кэссиди все-таки присутствовал в этом фильме. И я сейчас приведу вам целых три факта, то, что это именно этот краски мальчика, это Кэссиди, и то, что он все-таки был в фильме. Первый факт, это сон Майкла Шмидта. Мы знаем то, что всего в пиццерии аниматроников четыре. А именно это Фокси, Чика, Фредди и Бонни. Четыре аниматроники. Но когда Майкл как раз-таки смотрел свой сон, нам там показывали не четыре ребенка, а целых пять детей. И задается такой вопрос, если там у одного ребенка шапка, но не у центрального шапка, то это значит, что там, получается, нам показывались на заднем фоне, это был Фредди, Бонни, Чика там у него был, кекс на футболке вроде как, и Фокси, у него крюк. Но почему-то спереди один мальчик стоял очень, так скажем, подозрительно, и все почему-то начали думать, что это призрак Кексика. Я не знаю почему, хотя Кекс, там, я не знаю, как может, душа в Кексике, я не знаю, мне кажется, это просто марионетка, которая управляется Чикой. Я не думаю то, что это какой-то отдельный ребенок. Вот, это краски, вот, первый факт, то, что их было пятеро, и один из них, скорее всего, это был Кексик. Второй факт, это краски, когда пришли аниматроники за Эбби в ее квартиру, когда за ней присмотрела ее тетюшка. Нам показали в фильме одну сцену, где краски отдаляется камера от тети, и мы видим там на кухне стоящего Голден Фредди, именно Голден Фредди, необычного Фредди. И тут, собственно, становится понятно, что этот Голден Фредди, это, во-первых, Кексик, но идем дальше, подождите, это еще не все. Когда Эбби выходит из комнаты, ну, уже следующая сцена, мы видим то, что тетюшка уже валяется, отдыхает, как там было сказано. Но на самом деле, к ней подходит уже не Голден Фредди, а к ней подходит один из мальчиков. Если там был только Голден Фредди, и вдруг там оказался какой-то мальчик, мы знаем, что Голден Фредди, в нем есть душа краски Кэссиди, потому что именно Фреддер краски ему голой Уизи. И это, получается, что? То, что еще один факт, то, что все-таки это Кэссиди. Ну, и третий финальный факт, который 100% докажет, потому что эти персонажи просто максимально похожи, в отличие от Ванессы в фильме и от Ванессы в игре. Просто вот сравните, вот он Кэсси, Кэссиди в фильме, а вот он Кэссиди в игре, в мини-игре. Я думаю, тут точно все понятно. И это финальный третий факт, который доказывает то, что Кэссиди есть в фильме. Можете спокойно вздохнуть, то, что все-таки не всех героев упустили наши разработчики. Это вот главное вообще, что хотел я показать в этой теории. Но мы так и не определились, для чего нам вообще показали Кэссиди в фильме, и какова его роль вообще в фильме. Лично я считаю, то, что нам фильм его показали в отрицательной форме, то, что он никакой не положительный. Ведь именно с помощью Уильяма Афтона им и происходили все эти отрицательные действия. Но мы знаем то, что в игре, в игре, он был положительным, и он не слушался и не подавался под контроль Уильяма Афтона, филе этого человека. И то, что он пытался наоборот помочь людям уйти, и чтобы люди не повторили его же историю в этой пиццерии. Как раз как это происходило и с марионеткой, и с ним. Но в фильме нам показывают совсем, совершенно другое. Мы знаем то, что в фильме он отрицательный, а в игре он положительный. Но если так подумать, то положительным он стал не сразу в игре, если так подумать. Понимайте. И может быть, если еще выйдут фильмы, если нам так и не рассказали в первой части фильма, абсолютно ничего про Кэссиди. Просто то, что он есть, и все. Если нам ничего, в принципе, не рассказали, то мы знаем то, что, скорее всего, во втором, либо в третьем фильме, вместе с марионеткой, нам также расскажут судьбу Кэссиди. И, может быть, все обернется наоборот. Может, мы увидим борьбу краски Уильяма Афтона уже, когда он с Трэпом был. Потому что мы знаем то, что пиццерия разрушилась, загорела. Ну, это спойлер ко второй части. И то, что там будет вторая. И, может быть, когда уже Уильяма Афтона превратился в Спрингтрапа, нам покажут битву Кэссиди в форме Голден Фредди. И у Уильяма Афтона в форме Спрингтрапа. Я на это очень надеюсь. Либо же нам покажут другую битву, а именно Марионетыча с Спрингтрапычем. Вот это тоже очень интересная битва. Но я очень рассчитываю, что вторая часть покажет себя, в отличие от первой. Потому что в первой сюжет просто в ноль. Лично я считаю, что не может такой просто гениальный фильм, такая гениальная вселенная Фейтнеза Сфэгис взять и просто разрушиться. Почти купаться из-за какого-то режиссера недоделанного. Ну, не может, чтобы какого-то режиссера плохого на ней. Сто процентов, я уверен, что первая часть подводила более-менее итог ко второй. Либо же все-таки всю сумму денег мы просто сделали в фильм, чтобы собрать сумму денег от названия фильма. Я в шоке. Можно реально было просто показать черный экран и на этом также деньги суббить. Посмотрев фильм Файзнеза Фреддис. Ну, на самом деле, многим фильм этот не понравился. Но лично я считаю, что лучше искать плюсы в фильме, чем минусы. И на самом деле, плюсов там также много. Но, опять же, не об этом. Мы поговорили, что все-таки роль Кэссиди идет к тому, что в первом фильме нам его показали, чтобы, надеюсь, хоть как-то привлечь ко второй части, хоть как-то подвести уже сюжет фильма ко второй сосанной части. Я думаю, сегодня мы с вами достаточно так поговорили по поводу Кэссиди, то, что он все-таки существует, и про роль в фильме «Траски Кэсси». Мне очень шага то, что в первой части его реально сделали прям отрицательным героем. То, что он взял, украл Эбби, подговорил, наврал ей. Ну, что ж поделаешь, может, скорее всего, это манипуляция детишек. Под Уильямов, Уильямов Афтона. Ну, это все только предположения. Но то, что мы с вами доказали три факта, это факт. Ну, а вам, надеюсь, понравилось это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok